В рамках нашей второй лекции мы рассмотрим виды политических режимов и подумаем над тем, что из себя представляет политический процесс и какие политические акторы существуют. Проанализируем влияние избирательной системы на форму правления. Учитывая подход некоторых исследователей к понятиям политические системы и политические режимы, как явлением одного порядка, рассмотрим распространенную классификацию политических режимов Хуана Линца, который выделял демократический режим, при котором имеется политический плюрализм, относительно высокий уровень политического участия масс, определенную роль играет идеология. Авторитарный, который в свою очередь подразделялся на такие режимы, как до тоталитарный, постколониальный, корпоративный, расово-бюрократия и военно-бюрократический. От ограниченного политического плюрализма до политического плюрализма. Тоталитарный режим, мобилизующий массы свою поддержку. Тоталитарный тип политической системы характеризуется жесткой регламентацией всей жизнедеятельности общества, вплоть до поведения и образа мышления каждого человека. В этом случае отсутствует не только разделение властей в рамках институциональной подсистемы, но и аномально возрастает роль функциональной составляющей этой системы в виде сверхцентрализации исполнительной власти. Политическая система перестает существовать как единый комплекс функций, следовательно, рано или поздно она обречена на потерю своей внутренней и внешней устойчивости. Тоталитарные политические системы функционируют на основе приоритета классовых национальных религиозных ценностей. Власть в них захвачена монопольно правящей партией или группой людей и контролирует все стороны жизнедеятельности общества и отдельного человека. Примеры Гитлер, Умсаллини, Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Кастро. Посттоталитарный режим, характеризуемый относительно высоким уровнем мобилизации масс, политическим монизмом, то есть установлением однопартийной системы, уничтожением оппозиции, гражданских свобод и системы разделения власти и султанистский, который отличает тот же политический монизм, а также низкий уровень политического участия. Перечисленные идеальные типы отличаются друг от друга под таким характеристикам, как степень политической мобилизации граждан, уровень плюрализма, степень идеологизации и конституционности власти лидера либо правящей группы. Мягкими формами государственного авторитаризма являются такие режимы, как монократический, клерикальный, конституционно-авторитарный. Монократический режим – это одна из разновидностей авторитарного режима. Распространен в странах Азии и Африки. При таких режимах сохраняется конституция, но она носит фиктивный характер. Формально провозглашенные права и свободы не реализуются и безнаказанно нарушаются властью. Исполнительная власть при господстве бюрократии доминирует над законодательной властью. Существует неограниченная власть политического лидера, соединяющего в одном лице функции ипотиного и государственного руководителя. Клирикальный режим – еще одна разновидность авторитарного режима, при котором фактическое господство религиозной части населения, ее решающее влияние на политическую жизнь страны. Яркий пример – Иран. В этой стране лидерство принадлежит не президенту, а руководителю нации, Рахбару или Факхиху, являющемуся главой мусульманского духовенства. Мусульманский кодекс поведения главнее основного закона. Его действия обеспечивают стражи исламской революции. Элементы такого режима практикуются в таких странах Арабского Востока, как Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн. Конституционно-авторитарный государственный режим характеризуется сложившейся практикой регулирования парламентской деятельности и ограниченной ролью оппозиции. Наиболее нежелательной формой проявления авторитаризма является тоталитарный режим, возникший в первой половине XX века. Тоталитаризм существует в виде таких государственных режимов, как российские, фашистские, военно-диктаторские. Такие режимы опираются на армию, отличаются отменой или приостановлением действия Конституции, запрещением деятельности политических партий, иных демократических институтов, введением жесткой цензуры и так далее. Тоталитарные режимы сохраняются в некоторых государствах Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки. Что такое политический процесс? Это взаимодействие субъектов политики, действия различных внешних и внутренних факторов, видоизменения которых исключает в нем определенность. Это политика в динамике, во временных и пространственных изменениях, в смене носителей и субъектов. Политический процесс включает в себя все изменения политической системы. Реальная политическая система должна рассматриваться только как процесс становления, развития, расцвета, угасания, функционирования. Политические процессы классифицируются по масштабу. Это повседневные, исторические, эволюционные. По различиям в предметных областях. Это базовые и периферийные. По характеру для субъекта. Имеются в виду открытые и закрытые политические процессы. По устойчивости воспроизведения политических отношений. Это стабильные и нестабильные. Политические процессы рассматриваются на макро и микро уровнях. Выделяют несколько подходов к анализу политических процессов, а именно институциональный, бихевиоральный, структурно-функциональный. Политический процесс представляет собой логически разворачиваемую последовательность взаимодействия между акторами. При этом совокупность общественных отношений по поводу политической власти не может быть сведена к простой сумме действий политических акторов. Таким образом, политический процесс это отнюдь не хаотичная сумма случайных явлений и событий, а поддающаяся структурированию и научному анализу целостности. Основными акторами политического процесса являются политические системы, политические институты, государство, гражданское общество, политические партии, организованные и неорганизованные группы людей, а также индивиды. Основным властным институтом, одним из основных акторов политического процесса выступает государство. Другим важным актором политического процесса является гражданское общество, которое тоже может рассматриваться как политический институт. Менее масштабными акторами политического процесса являются партии, группы интересов, а также индивиды и группы людей. Индивиды и группы могут участвовать в политике не только в институциональной форме, например, голосуя на выборах, но и в неинституциональных формах, в форме стихийных массовых выступлений. Люди отличаются различной степенью активности в политике. Многие не слишком активны, но в целом участвуют в большей части институциональных процессов. Некоторые лишь наблюдают со стороны, не только не принимая активного участия в политической жизни, но и не участвуя в выборах, не читая газет. Другие же обычно это меньшинство граждан. Напротив, принимают самое активное участие в политической жизни. Для достижения групповых целей индивиды могут создавать специальные группы, отличающиеся различной степенью институционализации. От случайной группы, образованной на митинге, до высокоорганизованной, носящей постоянный характер и действующей по строгим правилам группы интересов. Избирательная система оказывает значительное влияние на формирование партийной системы, парламента, правительства, его стабильность, политическую стабильность в обществе в целом. Существует определенная зависимость между типами имеющихся в стране избирательной и партийной систем. Это было впервые сформулировано в так называемых трех социологических законах Мориса Дюверже. Обе системы находятся в тесной связи с принятой в стране формой государственного правления. В процессе исследования связи между избирательными и партийными системами были сформулированы три социологических закона. Первое. Пропорциональная избирательная система ведет к формированию партийной системы с многими партиями, которые имеют достаточно жесткую внутреннюю структуру и независимы друг от друга. Второе. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства, то есть голосованием в два тура, обусловливает появление партийной системы, которая состоит из нескольких партий, стремящихся к взаимным контактам и компромиссам и объединениям в коалиции. Третье. Мажоритарная избирательная система относительного большинства с голосованием в один тур способствует становлению двухпартийной системы. Реальный политический процесс демонстрирует следствие двухпартийной системы в результате применения мажоритарной избирательной системы относительного большинства. Наиболее перспективная партия забирает голоса избирателей в одном туре голосования. В условиях мажоритарной системы абсолютного большинства, благодаря двухтуровому голосованию, формируются электоральные коалиции, трансформирующиеся в парламентские фракции, создается большинство в парламенте, а также правительственная коалиция. В пропорциональной системе нет условий для формирования электоральных союзов, так как партии стремятся добиться максимального успеха собственными усилиями. Но правительственные коалиции, как правило, неизбежны в силу невозможности формирования правительства одной политической силой. Достижение компромисса зависит от данных избирателям предвыборных обещаний. Таким образом, можно констатировать проблемы в создании коалиции в парламенте и правительственную чехарду в политическом процессе стран с пропорциональной избирательной системой и, как следствие, с многопартийной системой. Взаимосвязь и видовое разнообразие партийных и избирательных систем определяется многими факторами и одним из существенных является форма государственного управления. В политической науке приняты следующие соответствия. В президентской форме наиболее подходит мажоритарная избирательная система, парламентская – пропорциональная избирательная система. Президентская республика с мажоритарной избирательной системой имеет относительно независимого в принятии политических решений президента, а также более и менее независимое от парламента и политических партий правительство. В то время как пропорциональная избирательная система в сочетании с президентской формой правления делает президента и правительство зависимыми от политических партий, провоцируя противоборство президента и парламента. При пропорциональном представительстве в парламенте и многопартийной системе партия, которую представляет президент, чаще всего получает относительно небольшое количество депутатских мандатов. В таком случае президент может не иметь поддержки парламента, следовательно, не может управлять без поддержки парламента, а последний не несет ответственности за деятельность правительства и поэтому не обязан его поддерживать. Эта ситуация провоцирует конфликт между президентом и парламентом, который становится особенно острым тогда, когда президент и парламентское большинство представляют противоположные по своим позициям политические силы. На основе четырех возможных вариантов сочетания двух основных форм государственного правления, президентской и парламентской, и двух основных типов избирательных систем, мажоритарной и пропорциональной, профессор Калифорнийского университета Волверстайн сделал вывод, что оптимальным является вариант сочетания президентской формы правления с мажоритарной избирательной системой относительного большинства, практикуемого в его родных США. Для парламентской формы правления наиболее подходит пропорциональная избирательная система. Этот вариант практикуется в Израиле и странах Западной Европы, кроме Великобритании и Франции.